Для того, чтобы перечислить имена всех нижегородцев, погибших в горячих точках, не хватит и часа. Современные войны и конфликты унесли жизни более 500 человек со всего региона, еще столько же остались инвалидами. В соборе Александра Невского вспоминают жертв чеченской кампании. На панихиду собрались солдатские матери, сослуживцы и представители общественных организаций. Они говорят, подвиг российских военнослужащих вне временных рамок. Все нижегородцы должны помнить всех своих защитников Отечества. Мы благодарны матерям за то, что они чтят память не только своих сыновей, но и близких. С их помощью родился на улице Рождественской музей боевой славы Нижегородской области. Он уже действует где-то в течение трех месяцев. Эта дата выбрана не случайно. Именно 11 декабря 1994 года началась первая чеченская война. Приказом Бориса Ельцина туда были введены российские войска. Конфликт принято делить на две части. С 1994 по 1996 и с 1996 по 2000 годы. По официальным данным погибло более 5,5 тысяч человек. Родные и близкие, те, кто не вернулся с той войны, конечно, нуждаются в поддержке. Первыми к ним всегда приходят ветераны. Они всегда с нами. У нас, например, создан комитет солдатских матерей, который вместе с нами в строю на всех мероприятиях. Мы собираем родителей вот в такие праздники, День Матери, День Победы. Организуем какие-то встречи, чаепития, экскурсии, поездки в театры. В общем, мы не оставляем, они всегда с нами. Если бы не наши ребята, я не знаю, как бы мы вообще существовали. Это наша поддержка в первую очередь. Это те люди, которые воевали с нашими ребятами. Это те, кто хоронили наших ребят, провожали их в последний путь. Это те ребята, которые давали слово, обет перед памятью о наших детях, что они нас не оставят, что они будут с нами рядом. Каждый год 11 декабря эти люди собираются для того, чтобы имена рядовых и офицеров, погибших в горячих точках, не забывали в России.